Мы могли бы жить долго и счастливо, но просто не знаем зачем. На этой неделе, пока пропагандист Соловьев уверял нас, россиян, что так хорошо жить, как на Западе мы не умеем, зато лучше всех умеем умирать, Минздрав под шумок утвердил календарь прививок с внесенной в него вакцинацией от коронавируса. Это Вести Бискиселева, совместный проект канала Фирмак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. А лучшая жизнь уже закончилась или еще не начиналась? Ответ на этот вопрос на этой неделе нашел Минздрав, включив вакцинацию в национальный календарь прививок. Теперь для трех уровней граждан жизнь уже никогда не будет прежней. Потому что они будут обязаны колоться. Жалей, мы не можем вас обслужить, так как у вас нет кюркадов. Покиньте наш бар. Ты какого хрена вообще? Вы не можете заставить меня травить свой организм какими-то прививками. Вот, вот. А, и правда пи***ь. Среди тех, кому повезло, лица 60+, медработники, соцработники, лица с хроническими заболеваниями, жители городов-миллионников и некоторые другие. Для детей с 12 до 17 лет вакцинация является добровольной из письменного согласия родителей. Да-да-да-да, знакомы нам ваши понятия добровольности. Хотите – ставите. Берете на себя ответственность за свое здоровое или не очень будущее. Не хотите – не ставите. Но вход в школу с традиционной стороны, то есть через дверь, вам закрыт. Можете посмотреть на школьного учителя через окошко зума. Кстати, об условной добровольности на этой неделе упомянул и приближенный в Сияруси господин Володин. Давайте общество успокоим. Прививка добровольная. Дети защищены законом. Депутаты держат вопрос на контроле. Все. Президент с нас спросит, если будет иначе. И накажет, и прав будет. И знаете, что самое интересное? А похоже, кто-то решил сделать из господина спикера козла отпущение. Он уже во второй раз в центре народного внимания. Читайте гневом. Первый раз, когда решил услышать глаз народа по поводу QR-кода. Второй раз на этой неделе, когда сказал про добровольность вакцинации. Но не подумал человек, что россиян как бы на работу не пускают беззаветного клейма. Именно это и послужило триггером к росту вакцинированных, а не ваши эти громкие слова про сознательность. Просто людям жить хотелось. Детей кормить, покупать им одежду и обувь. Но, надо сказать, достучались россияне до Володина и в этот раз. Но не сами, не лично. А с помощью депутата от партии КПРФ Нины Астаниной она заметила, что вакцинация несовершеннолетних носит как бы обязательный характер. А такого быть не должно. Дети, независимо от их семейного и социального благополучия, подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье. Я хочу, чтобы эта статья распространилась все-таки на ту проблему, которая сейчас является очень резонансой, на приказ министра здравоохранения от 6 декабря об обязательной вакцинации детей. И спикер Госдумы обратил таки внимание на несостыковочку в формулировках. У нас нет обязательной вакцинации. Тем более детей. Со Станиной согласились и вирусологи. Известие пишет, что существующий календарь прививок – это не закон, а скорее инструкция. Другими словами, рекомендация. И для того, чтобы сделать ее обязательной, нужны изменения в законодательстве. Друзья, о чем вы? Наш спутник жизни еще даже не прошел все стадии клинического испытания. Мы не знаем о побочках, которые могут вылезти через год, два, три или десять. А я вам скажу, что в свободном доступе в сети интернет вы с легкостью можете найти даты окончания испытаний. В большинстве своем это следующий 2022 год, а детская вакцина «Спутник М» так и вовсе в декабре 2023. Но так или иначе, корона омикрона уже проникла в Россию. И именно этот факт, со слов Голиковой, может стать причиной сокращения сроков ревакцинации с шести месяцев до трех. РБК утверждает, что по этому пути уже пошли власти Великобритании. А дурной пример, как известно, заразителен. Да и сам Центр Гамалея, помнится, в начале декабря говорил о непредвиденных последствиях сокращения сроков ревакцинации. Ну, видимо, как всегда, что-то пошло не так, и теперь добровольная прививка может стать обязательной раз в три месяца. Ну или как вариант, заменится другими препаратами, который получил эпичное название «Мир-19». Кстати, Скворцова заявила, что уже испытала его на себе. Его форма пока непонятна и неоднозначна, но, по ее словам, препарат нужно вдыхать в течение 10 минут, после чего вы почувствуете слегка сладковатый вкус. Друзья, когда я говорила про изобретение средства в виде порошка назальной формы, вообще-то я шутила. Ну, видимо, у кого-то плохо с чувством юмора, и партия «Мир-19» скоро действительно отправится в мир. Дело за малым – разрекламировать. Ну или заставить, как там говорится, колхоз – дело добровольное. Хочешь – вступай, не хочешь – расстреляем. Потому что я за Путиным. На этой неделе государственный рупор власти Симонян оказалась замечена сразу в нескольких пикантных ситуациях. Вот только незадача выйти из них достойно у Риты Маргариты не получилась. Хотела как лучше, вышла опять не на той остановке. Ехала на поезде, пишет наша грамотная Маргарита, разговорилась с проводницей. Она из Крыма, 35 лет, четверо детей, двое своих, двое приемных. Мужа нет. Ипотеку взяла, квартиру купила. И потом они спрашивают, почему я за Путина? Да вот хотя бы за это. Многозначительно заканчивает свой рассказ Симонян. Маргарита, а можно поподробнее? За это это за что? Нет, я понимаю, если бы президент за приемных детей квартиру давал. Я бы тоже за таких мам порадовалась. Но тут, извините, полная жопа. 35 лет проводница, четверо детей и ипотека, которую она выплатит к пенсии. Вы, Маргарита, зря не поинтересовались, какого размера квартиру смогла купить ваша собеседница. А может это те пресловутые 9 квадратов? А че, нормально, ей не привыкать. Две верхних полки, две нижних полки, это для детей. А себе и боковая над окном сойдет. А если ее повернуть креплениями и отпускать вниз, то и на шторах можно сэкономить. Но на самом деле, друзья, вот это нифига не смешно. И я искренне не понимаю, чему тут радуется пропагандистка, когда подобных этой историй в России да просто уйма. И самая распространенная из них – встречаю пенсионерку в очереди за просрочка Е-75, пенсия 9800. Половина уходит на коммуналку, половина на таблетки. На оставшийся ноль беру просрочку в магните. И после этого вы спрашиваете, почему я за Путина? Да хотя бы за это. Ну, за то, что не давит трактором свернувшееся молоко и с благородной зеленью хлеб. Короче говоря, Маргарита, я бы на месте президента сейчас оскорбилась, потому что ваши истории А – малоправдоподобны, Б – провоцируют народ на насмешки над главой государства. А это вам не шуточки? Тут и до экстремизма недалеко. Тем более, что не так давно активизировалась генпрокуратура. На этой неделе стало известно, что скоро в России заработает новая телега за 10,5 миллионов рублей. Но не та классическая, которая Телеграм, а качественно отличающаяся от своего тезки. Это будет мобильное приложение для приема жалоб граждан на тему экстремизма. Теперь получить заветное клеймо станет легче, чем QR-код после прививки. Не нравишься соседу? Лови, фашист, гранату. От тебя потребуется только неверный истолкованный пост, репост картинки или чьей-то записи, и ты под колпаком. Сначала настучали на тебя, а потом, если не сознался, и тебе. Хотя, знаете, в этом направлении у нас прорыв. В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за пытки. Теперь силовики смогут делить холодную полку с пыточными заключенными целых 12 лет. Помимо этого, категория указанного преступления переводится в особо тяжкие. И вот тут у меня возник вопрос. А зачем вводится эта мера? Ну, разве не понятно, что если бы не айтишник Савельев, то обо всем происходящем в колонии мы бы с вами просто не узнали. Начальство бы продолжило закрывать глаза на существующий порядок вещей, а силовики продолжали бы выбивать показания привычным для них способом. Нет, я, конечно, понимаю, что существование конкретных отморозков никто не отменял. И честно признаюсь, что работающих способов разговора с ними я не знаю. Но выбивать показания из журналистов, которые не опасны для общества, но опасны для чиновников, это, извините, беспредел какой-то. Ведь даже Симонян, например, высказалась о жестокой расправе над журналистами, рассказывающими о дорогостоящей недвижимости чиновников. Типа, сажать их надо за экстремизм. Ну да, ну да, дворцы – это же государственная тайна, а значит, и сбор информации о них – это госизмена. Пазл сложился, но, похоже, только в голове у Симонян. Кстати, подробнее об этом в своем выпуске на этой неделе рассказала моя коллега Любовь Орлова. Хотите узнать больше – переходите по ссылке в описании. У нас много интересных проектов. Но вернемся к инициативе об ужесточении наказания за пытки. Друзья, вам не кажется, что в последний месяц власть нарочито-показушно заигрывает с народом? То обсуждает с нами введение QR-кода, то ужесточает наказание за пытки, то вот последняя вообще бомба в Свердловской области на целый месяц сняли QR-ограничения в торговые центры. И это на фоне стремительно развивающегося омикрона. Ну не вяжется тут что-то. И принимается, скорее всего, для того, чтобы закрыть нам рты. Ну или отвлечь наше внимание от чего-то более важного. Так что концентрируемся на главном. И да, помните, в детстве родители запрещали нам смотреть телевизор. Так вот теперь пришло наше время. Вы у меня умные, надеюсь, аналогию провести сумеете. Ну а на этом у меня все. Увидимся совсем скоро. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok